10 июня этого года под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам расширения объемов выработки возобновляемых источников энергии и поддержки предпринимательства в данном направлении. В рамках реализации обозначенных задач торгово-промышленная палата на местах проводит так называемые «зеленые выставки». На прошедшем в Намангане мероприятии представители бизнеса и целого ряда социальных объектов смогли напрямую выстроить диалог с производителями оборудования зеленых технологий. Репортаж с места события. Первая «зеленая выставка» прошла в Кашкадарье, затем местом ее проведения стала Сурхандарья. Предприниматели и руководство различных объектов социального значения получили исчерпывающую информацию, что называется, из первых уст. Как использовать оборудование, сколько можно будет на этом сэкономить, за сколько окупится проект? Эти вопросы, прежде всего, задавали те, кто осознанно смотрит в перспективу. Многие уже перевели внутреннее и внешнее освещение своих офисов и производство на альтернативные источники. Понятно, что ископаемых ресурсов с каждым годом становится все меньше. Не секрет, что наша страна ежегодно потребляет электроэнергии и газа на 10 миллиардов долларов. Внушительная сумма. А скажем, в прошлом году Министерство водного хозяйства затратило на эти цели 3 триллиона сумм. Министерство народного образования и здравоохранения по 200 миллиардов каждое. Уже сегодня республика испытывает потребность в дополнительных 3 миллиардах киловатт. В ближайшие 5 лет спрос увеличится до 10 миллиардов киловатт. В то же время весь мир уже успел по достоинству оценить преимущества возобновляемых источников. Лидером в этом плане являются Нидерланды. В этой стране вырабатываются миллиарды киловатт за счет солнечных панелей и генерации ветра. Исследования показывают, что к 2031 году рынок солнечных панелей составит без малого 400 миллиардов долларов. Очевидно, что для обеспечения достойной жизни наших граждан, в первую очередь, они должны быть обеспечены бесперебойной подачей электроэнергии. На выставке в Намангане были представлены самые последние разработки в сфере, вкупе с пояснениями об их преимуществах. В рамках исполнения поручений, озвученных в ходе видеоселекторного совещания под руководством президента в Наманганской области, проводится расширенная ярмарка. Основная цель ярмарки – это внедрение систем альтернативной энергетики на объектах социальной сферы в самые ближайшие дни. В мероприятии приняли участие лучшие компании по производству данного оборудования, которые предоставляют весь пакет услуг при доступных ценах, высоком качестве и, конечно же, гарантиях. Все объекты, такие как образовательные учреждения, хокемиаты и другие, постепенно будут переходить на потребление альтернативной энергии. Средства будут выделены из городского и областного бюджетов. Я хочу сказать, что для нашей области, да и вообще для республики, на сегодняшний день это главная задача. Потому что, к примеру, идя вечером мимо какого-либо образовательного учреждения, обращаешь внимание на то, что в некоторых кабинетах включен свет, хотя уроки давно закончились. Соответственно, энергия тратится впустую, а ведь это сказывается на местном бюджете. Данная выставка очень актуальна в наше время. На сегодняшний день данная система потребления энергии удобна для использования в сельской местности, а также для начинающих предпринимателей. Идет поддержка для роста числа абонентов возобновляемых источников энергии, такие как гидроэнергетика, ветровая и солнечная энергия. Учитывая специфику нашего региона, мы имеем все ресурсы для внедрения этих технологий. По инициативе главы государства внедряется совершенно новая система стимулирования приобретения оборудования для альтернативных источников энергии. Компенсации составят на панели и ветряные генераторы до 15 миллионов сумм, а на водонагревательные котлы 2 миллиона сумм. Помимо этого, можно приобрести все в рассрочку на 3 года без процентов. К примеру, семья тратит в месяц на обогрев воды 195 тысяч сумм. Купив оборудование объемом 200 литров и стоимостью 6 миллионов сумм, вы получите 2 миллиона сумм в компенсации. Оставшаяся часть окупится за 21 месяц, а затем вы можете использовать энергию совершенно бесплатно. При покупке в рассрочку ежемесячная беспроцентная выплата составит всего 170 тысяч сумм. Исходя из задач, которые поставил президент об эффективном использовании продуктов альтернативной энергетики, мы организовали выставку. Здесь принимают участие порядка 100 компаний. Уже 30 из них представили свою продукцию. На сегодняшний день именно на этой площадке можно увидеть солнечные панели, водонагреватели и другую технику, связанную с выработкой альтернативной энергии. Между предпринимателями и государственными организациями подписывается множество договоров касательно установки техники нового поколения. К примеру, уже подписано порядка 30 договоров. Также заметим, что со стороны людей, проживающих на данной территории, проявляется сильный интерес к установке систем альтернативной энергетики. На сегодняшний день совместно с областным хоккемятом, а также производителями оборудования ведется работа касательно перевозки и установки. И все для того, чтобы население могло спокойно приобрести и установить эти технологии у себя дома. На данной выставке представлены солнечные панели, водонагреватели. Должен сказать, что интерес у народа очень большой. Здесь собрались представители из разных сфер, а также обычные жители, которые заинтересованы в установке солнечных панелей или же водонагревателей. Хочу привести один пример. Чтобы обеспечить одну гостиницу альтернативной энергией, потребуется около 300 миллионов сумм. Однако через год эти средства купятся за счет использования солнечной энергии. А это значит, в последующем электроэнергия будет поступать бесплатно. Как говорится, но и это еще не все. Для оформления и получения компенсации или рассрочки ни в какие органы обращаться не надо. Все вопросы решаются на месте покупки. Вся система будет функционировать за счет специального фонда Министерства энергетики. Действительно, внедрение зеленых технологий особенно скажется на качестве жизни в отдаленных уголках страны. Помимо этого экономятся существенные ресурсы, улучшается экология. Торгово-промышленная палата продолжит проведение подобных выставок и в других регионах республики.